ДИКОЕ ПОЛЕВАНИЯ 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 на ДЖД-перегонах, чтобы россияне не могли перебрасывать войска, технику и снаряды для уничтожения украинцев. Одним из очагов сопротивления стал Столбцовский район. Оккупационный режим среагировал быстро и отправил туда карателей из СОБРа, ОМОНа и ГУБОПа. В небольшом городке задержаны десятки людей. Их жестоко избивают при задержании, а потом отправляют в тюрьмы. Словом, карательный отряд. Поэтому сейчас мы опубликуем тех, кто уже публиковался по разным поводам. Первый в нашем списке Быков Александр Валерьевич, командир специального отряда быстрого реагирования внутренних войск МВД Беларуси. Именно на его совести кровь убитых и замученных его подразделениям. Ведь именно командир несет ответственность за проступки подчиненных. Следующий в нашем списке это Шакута Дмитрий Викторович, старший офицер по боевой специальной подготовке воинской части внутренних войск 3032 СОБР. Про него уже было столько сказано и пересказано, что добавить нечего. Тимановский Евгений Владимирович, соучастник убийства Романа Бондаренко. Именно он умышленно ударил Романа Бондаренко головой о землю, передавая его своим сослуживцам. Третий в списке Сарман Сергей Валерьевич, капитан. Охранял Баскова и Массандру в их рейдах по протестным дворам. И во время одного из таких рейдов принял участие в убийстве Романа Бондаренко. Буйкевич Олег Игоревич, еще один соучастник рейдов и соучастник в деле Бондаренко. Антюфеев Сергей Михайлович, боец-водитель СОБРа, старший прапорщик, также соучастник в убийстве Романа Бондаренко. Кравченко Александр Владимирович, боец ММА, сотрудник СОБРа, участник операции против мирного населения. Следующий Соболев Дмитрий Николаевич, боец СОБРа. Участвовал в разгоне 9-11 августа. Следующий Домковский Артем Геннадьевич, боец СОБР, принимает участие в разгонах и избиениях белорусов. Гунич Денис Викторович, сотрудник СОБРа, друг Шакуты и Домковского Артема, командир группы СОБРа, жестоко избивал протестующих. Следующий Грибовский Анатолий Григорьевич, СОБР, старший прапорщик, принимал участие в насилии над сторонниками перемен во время мирных акций протеста 20-21 года. Всех их объединяет проведение карательных операций над мирным населением ради интересов купционной власти. Просто выполняли приказ? Так надо помнить, бывают приказы преступные и за их исполнение придется отвечать. Подтверждение история чилийского каравана смерти. 1973 год. Чили. Августе Пиночет только-только пришел к власти в результате военного переворота. В стране установилась настоящая хунта. Парламент разогнан, приостановлено действие конституции. Никого не напоминает. По поручению Пиночета бригадный генерал Серхио Орлеано Старк создал специальный отряд. Их задача – показательная казнь задержанных, чтобы вселить ужас в оппонентов и обеспечить лояльность служащих новой власти. Военные погрузились в вертолеты и начали планомерный облет всех тюрем. С юга на север. По приземлению либо отдавали приказ о ликвидации, либо убивали сами. Действовали как садисты. Задержанных расстреливали из пулеметов по частям. Сначала ноги, потом половые органы, затем в сердце. Останки сбрасывали в шахты, либо выбрасывали в пустыню. Проработал отряд недолго. Прилетев в провинцию Антофагаста, они заявили местному командующему генералу Хоакину Лагосу, что прибыли для стандартизации судебных критериев. Но на самом деле они забрали 14 политзаключенных, отвезли на авиабазу, где жестоко пытали, а затем казнили. Как рассказывал потом Лагос, что тела убитых были в таком состоянии, что он не решился отдавать их родственникам. Потрясенный произошедшим, генерал начал писать рапорты Пиночету о действиях спецотряда, пытаясь привлечь их к ответственности. Но глава хунты в ответ предложил Лагосу взять всю ответственность на себя. Помните, что рано или поздно мы будем судимы, и особенно вы, являющиеся главнокомандующим армии, ответил Лагос и подал в отставку. Это возымело небольшой эффект. Караван смерти прекратил свою работу. Кровавую работу. Но его участники не прекратили убийства и пытки, поскольку верили в свою безнаказанность. Так продолжалось до начала 90-х, пока Пиночет не ушел с поста президента. Первые два офицера получили 6 лет тюрьмы еще в 1993 году. Затем в 1998-м был арестован и сам Пиночет. От уголовной ответственности его спасли признаки старческого слабоумия и последующая смерть. Командира каравана также разыскивали и судили. Серхио Орлеано Старк в 2008-м получил 6 лет тюрьмы, но его освободили из-за Альцгеймера. В 2013 году еще одна группа военнослужащих получила от 3 до 15 лет, остальных разыскивают до сих пор. Так что и нашим элитным и быстрым решительным пособникам оккупантов, рано или поздно придется сесть на скамью подсудимых в Новой Беларуси. Мы можем только действовать, чтобы это случилось поскорее. С вами была я, Нина, и это проект Дикое Полевание. Подписывайтесь на канал, помогайте распространять видео и до новых встреч в эфире. Живе Беларусь и слава Украине!